Поговорка «Папа у Миши силён в математике» сегодня обрела новый смысл. За партами вместо учеников их родители сдают ЕГЭ. Перед началом экзамена подробный инструктаж. Требования самые строгие. Во время проведения экзамена вам запрещается пользоваться фото, видео, аудиоаппаратурой, а также другими средствами связи, а также перемещаться по пункту проведения экзамена без сопровождения организаторов. Спустя несколько минут счастливые родители готовы покинуть класс и поделиться своими впечатлениями. Многодетная мама Татьяна Мальцева и сама учитель со стажем. У неё восемь детей, трое из них уже сдали ЕГЭ. Казалось бы, всё предельно ясно, но после того, как побывала по ту сторону баррикад, по-другому начала к этому относиться. Очень сложно. Для меня лично было и я не понимаю, даже дети испытывают какой-то стресс, может быть. По крайней мере, я вот так себя почувствовала. Надо детей успокаивать, что если постоянно заниматься, тренироваться на определенных сайтах, потому что у нас есть сайт для подготовки к ЕГЭ, то знания накапливаются, и это всё на экзаменах пригодится. Еще одна многодетная мама Алла Павленко тоже испытала на себе все тяготы среднего образования. Ожидала, что сдавать ЕГЭ куда проще, чем кажется. Я шла, не волновалась, потому что была уверена в знаниях своих по русскому языку. Но оказалось, что были неожиданности в самой структуре заданий, как выстроены задания, как они представлены. Я сначала долго разбиралась даже не в сути задания, а вообще, что необходимо, что от меня требуется. В числе сдающих русский язык и литературу глава региона Глеб Никитин. Для него это первый опыт, учитывая, что его дети еще маленькие и ЕГЭ не сдавали. Глеб Никитин признался, что только по этому предмету у него в школе была четверка. Во-первых, я очень любил русскую литературу, но все равно пацанам было сложно получать только пятерки. Поэтому в школе именно на выпуске у меня были по литературе по русскому четверки, остальным оценкам пятерки. Глава региона заметил, что экзамен хорошо организован с точки зрения самого процесса. А вот насколько хорошо родители его сдали, они узнают очень скоро. Результаты ЕГЭ будут отправлены всем на личную электронную почту. Впрочем, главный для участников всероссийской акции совсем не баллы, а возможность побывать на месте своего ребенка и помочь в будущем как можно лучше сдать экзамены. Юлия Серебрякова, Андрей Панов, Столица Нижний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова